Привет, это Вадим. Сегодня мы немножко покодим по мотивам давнишнего-давнишнего видео. У меня когда-то было видео, в котором я делал чекбоксы. Это видео набрало довольно большую популярность на этом канале, по-моему, около 30 тысяч просмотров. А примерно до этого видео или после, ну, в общем, рядом с ним, я записал другое видео, у которого, по-моему, меньше всего просмотров, ну, вот так вот, если по времени посмотреть, сколько видео набирает, по-моему, раз в пять меньше, чем у чекбоксов. И что вы думаете, какое видео я сегодня буду продолжать развивать ту же самую тему? Да-да-да, то самое, которое меньше всего просмотров. Потому что могу. Почему бы и нет? В общем, это видео про шовер, про изоляцию стилей и тот самый прототип, который я делал в далеком 11 или в каком-то там выпуске. Суть истории в чем? Я пытался использовать Shadow DOM, то есть часть спецификации веб-компонентов, чтобы изолировать стиль внутри конкретного слайда. Напомню, шовер — это такой движок презентации, где каждый слайд — это отдельный HTML-элемент. Внутри вы пишете стили, и в итоге все это выстраивается в слайд-дек, так называемый. И мне хотелось, чтобы внутри каждого слайда стили были изолированы. То есть вы могли написать тег style style, и внутри него написать какие-то стили, которые влияют только на этот слайд, которые не распространяются на соседние слайды. То есть такая вот изоляция стилей. До сих пор мне это приходилось сделать с помощью ID-шника. Я задавал ID слайду, и внутри этого ID-шника, прямо в селекторе, я писал, типа, заголовок h2 на этом слайде — красный, заголовок h2 на другом слайде — зеленый. Я прямо внутри слайда эти стили и писал. Так вот, с помощью этого прототипа мне удалось сделать так, чтобы стили были изолированы внутри слайда, прямо там, где я их пишу. Это потребовало какого-то количества JavaScript, какого-то количества API веб-компонентов для создания shadow root, для прокидывания контента этого shadow root. Ну, в общем, много всего сложного. В общем, давайте попробуем посмотреть, как это было устроено тогда, и попробуем немножко изменить этот способ, потому что с тех пор кое-что изменилось, что поможет делать такие задачи гораздо-гораздо более удобно, декларативно и без JavaScript. Как все было устроено? Давайте посмотрим. У нас был кастом элемент shower deck, который отвечает за все вот это вот серое пространство. У нас были кастом элемент shower slide, который отвечает за отдельные слайды. И было понятно. Вот это дек. В этом деке лежат отдельные слайды. Внутри слайдов лежит контент. H2, H2 везде. И в каждом из слайдов подключаются стили. Смотрите, у меня здесь написано, что у H2 цвет томейта, и у H2 цвет lime green. И в итоге соответствующие цвета есть только внутри каждого слайда. Они не утекают наружу. Здесь написан псевдоэлемент slotted, здесь написан слот styles и так далее. И это все, безусловно, не работает само по себе. Для этого нужны скрипты. На страницу подключаются два скрипта, которые инициализируют сначала весь слайд дек, а потом конкретный слайд. Давайте вспомним, как они были устроены. Очень коротко. Компонент, дек и слайд. Смотрим на дек сначала. Он простой сравнительно. Давайте спрячем лишнее и немножко увеличим. Что здесь происходит? Custom elements, window custom elements define, создается кастомный тег showerdeck, у него открытый shadow root, и дальше внутри у него подключаются стили, из слота берется содержимое, туда все вставляется, а потом еще и контент из light дома вставляется в shadow DOM. Я абсолютно уверен, что в этом месте вы уже поехали. То есть, если вы до сих пор не использовали веб-компоненты, и что такое shadow DOM, light DOM, все эти shadow root и прочие всякие инициализации, extend классы и все остальное, для вас абсолютно, ну, то есть, бред, да? Ну, то есть, о чем он здесь говорит? Но если вы использовали веб-компоненты, для вас, в принципе, все понятно. Наверняка вы использовали какой-нибудь React, где куча всяких своей внутренней кухни и всякие там props, и всякие JSX, и всякие сложности, хуки и прочие особенности кухни, конкретно этой экосистемы, безусловно, вам знакомы. И если кто-то скажет, ну да, я вот делаю вот это, этот компонент, прокидываю и так далее, и так далее, вы поймете, о чем идет речь, правда? Та же история с веб-компонентами. Вся вот эта вот кухня имеет определенный свой API, жизненные циклы и все-все-все вот это. Но мы сегодня будем говорить не об этом. Я кое-что объяснял в предыдущем выпуске, и там вы все это можете найти. Сегодня мы попытаемся не использовать JavaScript и добиться похожих эффектов. Так что же изменилось с того самого выпуска про веб-компоненты, в котором я всякими JS-трюками пытался создать изоляцию стилей? Изменилось кое-что важное. Появился декларативный Shadow DOM. То есть вы сейчас можете, не используя JavaScript, создать место, в котором изолируется область видимости JavaScript, CSS. Не обязательно создавать кастомные элементы, можно просто сказать, здесь начинается новый рут документа, в котором своя область видимости. И раньше вы прям делали ShadowRoot open, все дела, ShadowRoot closed или как-нибудь еще. Сейчас вы можете сделать это с помощью HTML-тегов и HTML-атрибутов. И это все меняет. Давайте попробуем посмотреть, что изменилось. Открываем наш индекс HTML и попробуем понять, что нам нужно изменить, чтобы все заработало. Ну, для начала сделаем страшную вещь. Уберем весь JavaScript. И что у нас стало? У нас все отвалилось. Это почему? Это потому, что здесь, допустим, стили не подключаются, и вообще все очень становится обычным и простым. Это же HTML. Тут ничего подобного не работает. Где вообще стили? Что это за слоты? Что за кастомные теги? Ну, непонятно, да? Давайте потихонечку возвращать и все чинить. Для начала починим ShowerDeck. Возьмем и заведем здесь тег-темплейт. Темплейт. Закроем его. И напишем новый атрибут, которого до сих пор не было. ShadowRoot open. Сохранили. Что-то изменилось. Давайте возьмем все содержимое нашего ShowerDeck и положим внутрь этого ShadowRoot. Раз. Во, вернулось. Элемент темплейт вообще придумали для другого. Это такой способ взять какой-нибудь кусок кода, разметкой, например, какой-нибудь шаблон по сути. Темплейт, шаблон. Он будет абсолютно инертный внутри, то есть он не будет обрабатываться браузером. Это просто будет фрагмент какого-то кода. Взять этот фрагмент и потом получить содержимое тега темплейт и его использовать. Ну, такой способ хранить шаблоны по сути. Сейчас разработчики идеи декларативного ShadowDome взяли этот элемент темплейт и расширили то, как он работает. Если добавить к нему атрибут ShadowRoot, он начинает по-другому себя вести. Давайте посмотрим как. Давайте пощупаем, что здесь происходит. Откроем инспектор и зайдем внутрь ShowerDeck. Смотрите, здесь появился ShadowRoot, то есть добавление атрибута создает ShadowRoot. Если мы просто уберем этот атрибут, то все содержимое тега темплейт станет инертным. То есть оно есть, но оно не выводится. Видите, здесь появляется документ-фрагмент, так называемый, который абсолютно нигде не выводится. Но как только мы добавляем атрибут ShadowRoot.open, все начинает рендериться. Более того, все содержимое этого темплейта с ShadowRoot попадает внутрь нашего элемента. Ну ладно, хорошо, мы починили, вывели. А дальше-то что? Мы сейчас должны починить еще и стили. Мы должны добавить подключение стиля. Давайте это сделаем. Идем сюда. И давайте, наверное, заведем папку и скинем туда все компоненты. У нас скрипты уже не нужны нам. Мы сейчас покидаем все слайды и деки сюда. Это все удалим. Это удалим. Вот, теперь у нас есть набор компонентов дек и слайд, в котором написаны какие-то стили. И мы их сюда подключим. Возьмем и напишем. Link realstyle sheet. И здесь напишем shover deck.tss. Во, видите, стили заработали. Что происходит? У нас внутри ShadowRoot есть ссылка на стили этого компонента. И они применяются. Соответственно, что написано у нас в шовердеке? У нас написано host, display block, box sizing. И вот это все. Это то самое место, куда ShadowRoot встраивается, где он начинается. И такие же стили применились к чему? К нашему шовердеку, то есть хосту нашего ShadowRoot. Аналогично мы сделаем и с внутренними элементами. Берем и заводим темплейты в конкретных слайдах. Смотрите, раз, два, так, и последний слайд тоже. Раз, починили. Пока ничего не изменилось. Эти штуки тоже выводятся. У них тоже создается свои ShadowRoot внутри. Но пока это нам никакой погоды вообще не делает. Давайте вспомним, зачем нам все это нужно. Мы пытаемся сизолировать стили. Пока мы подключаем стили только в дек. Сейчас нам нужно подключить стили еще и в слайд, чтобы оценить этот эффект. Ну, чтобы слайды просто заработали. А потом мы уже будем инлайнить стили, ну, то есть писать style, но уже внутри конкретных слайдов. Берем и подключаем стили для слайдов в конкретный слайд, то есть не дек.css, допустим, слайд.css. Во. У нас первый слайд узнал о том, что есть для него стили. Сделано то же самое со вторым слайдом и с третьим слайдом. Обратите внимание, что когда я подключил линк realstyle.shed в первый слайд, второй слайд о его стилях ничего не узнал. уже у нас начинает работать shadowroot. То есть, по сути, у нас каждый слайд становится отдельным контекстом. И если мы туда подключаем стили с помощью линка или прописываем их инлайном или как-нибудь еще, ну, то есть тегом style, то другие области за пределами этого shadowroot'а о стилях ничего не узнают. Это уже интересно. Мы можем в конкретное место подключить файл в стиле, и он заработает только там. Но пока что это не то. У всех слайдов черные заголовки, хотя у нас стили совсем другие по умолчанию. Более того, не применяются стили, которые мы написали инлайном. Почему так? А потому что остались какие-то артефакты от предыдущего способа. Давайте их почистим и посмотрим, какие стили написаны конкретно для слайдов. Напоминаю, что первый слайд выглядит по умолчанию на основании стилей в слайд CSS. Второй слайд выглядит по умолчанию плюс стили инлайновые. И третий тоже со своими инлайновыми стилями. Давайте посмотрим на слайд CSS. Что здесь написано? А здесь написано вот что. Мы не просто обращаемся к заголовку h2, а мы обращаемся к slotted заголовку. То есть к тому заголовку, который пришел из контента нашего кастомного элемента. Нам теперь это больше не нужно делать. Если раньше я брал содержимое элемента, брал его и прокидывал в shadow root вручную, то есть вот прям брал, копировал и вставлял с помощью JavaScript, то сейчас наши элементы уже сразу внутри shadow root. То есть мы можем непосредственно к ним обращаться, они уже в контексте, их не нужно откуда-то воровать. Берем и пишем просто h2. Это у нас стили по умолчанию для всех слайдов. Видите, все слайды теперь стали хорошими. Почему? Потому что мы в каждый слайд подключили слайд CSS. Но у нас пока нет кастомных стилей, потому что здесь тоже самое slotted и осталось. Мы берем и исправляем нашу проблему. Вот, смотрите. В стиле по умолчанию ничего больше. В стиле по умолчанию заголовок в стиле кастомные. Да, кстати, нам вот эти вот слоты тоже больше не нужны. Мы уже ничего никуда не прокидываем. Раз, два. В итоге в этом слайде цвет томатный, в этом лаймовый. И эти стили никуда не утекают. И для этого не нужен никакой JavaScript. Это, конечно, безумно удобно. Мы можем изолировать стили в наших компонентах и получать не просто инлайново писать стили, это особый use case, когда вы пишете слайды, презентации в наш ТМЛ, и вы хотите держать все вместе, и контент, и стили, которые к нему относятся, и что-то переписывать, перебивать. Сначала получать общие стили, а потом дописывать их и изменять. Очень удобно. Но в реальной жизни такое редко случается. Вы редко пишете стили прямо в своих компонентах. Так зачем это все нужно? Прежде всего, это нужно для того, чтобы вы могли изолировать стили внутри вашего компонента. То есть вы подключаете их снаружи, и они работают только здесь. И вам не нужно создавать пространство имен на основе имен классов, например. Ну, типичный какой-нибудь BAM или CSS-модули, или CSS-нjs. Что они делают? Даже если в случае CSS-модулей, например, или каких-то других CSS-нjs решений вы пишете простые имена классов, а не за вас их изолируют, меняют, дописывают, делают уникальными. Какая-нибудь там хэш-сума или типа того. В этой ситуации ничего подобного делать не нужно. У вас уже есть контекст внутри вашего компонента, где вы все изолируете. У вас может возникнуть вопрос, что здесь принципиально изменилось. Ну, то есть и раньше можно было завести shadow root с помощью скрипта, и тем самым изолировать ваши элементы, и вроде бы все в порядке. Зачем этот декларативный shadow DOM? Главная идея здесь состоит в том, что вы не могли делать это на сервере. Вам нужно было делать это на клиенте. И получалось, что к вам приходят компоненты с сервера, ну, какой-то HTML приходит, и он не готов, он не инициализирован. Нужно запустить скрипт, который уже покажет это содержимое, отрендерит и так далее, и так далее. И стили тоже должны себя вести правильно только после того, как это все сработает на клиенте. И если для многих прям совсем приложений это, в общем-то, нормально, они без джаваскрипта вам ничего не покажут, и вы видите какой-то сплэш-скрин со спиннером или еще что-нибудь таким, и, в общем-то, ну, вы готовы к такому поведению. Для многих других сайтов использование веб-компонентов и shadow DOM это было не вариант. Все, что я вам сейчас показывал, работает в стабильном хроме, но за флагом экспериментальные фичи веб-платформы. Пока в других браузерах поддержки нет. Более того, пока нет поддержки в самом хроме. Когда фича за флагом, это все-таки не поддержка, это эксперимент. Поэтому, если вы хотите с этим поиграть, безусловно, не забудьте включить этот флаг, и эти демки заработают исключительно в хроме за флагом. По крайней мере, вот сейчас, на ноябрь 2020 года. У Google есть план договориться с другими браузерами, чтобы они это внедрили тоже. У них есть план выпустить это как стабильную возможность в хроме, без флага. Поэтому эта фича должна, кажется, в ближайшее время стать доступной всем браузерам. Но если вы хотите подробнее почитать про сам shadow DOM, декларативный shadow DOM, и вообще, как это все работает, посмотреть какие-то демки, давайте посмотрим, какие есть ресурсы на эту тему. Для начала, на WebFundamentals есть хорошие статьи про веб-компоненты, включая shadow DOM. Почитайте про shadow DOM Эрика Биддельмана статью большую, хорошую, с примерами и со всеми подробностями. Это то, что было до сих пор. Отдельно есть статья про декларативный shadow DOM на WebDev. Джейсон Миллер и Мэйсон Фрид. Они подробно рассказывают, чем декларативный shadow DOM отличается, как он работает. Это все, что мы сегодня с вами смотрели в коде на примере Шоуэра. Также я вам сказал, что это пока предложение. И на самом деле все нюансы и все особенности API потихонечку выстраиваются в то, что будет внедрено во всех браузерах и останется в веб-платформе. И есть очень-очень длинный-длинный тред, в котором все участники процесса стандартизации много чего интересного обсуждают. Там порядка 200 комментариев, и вам будет чем заняться. Буквально вот два дня назад дискуссия продолжалась еще. Поэтому если вам интересно, как это все развивалось и продолжает развиваться, обязательно почитайте. Ну и оригинальный explainer, обновленный совсем недавно, с мотивацией, с вариантами, с другими всякими размышлениями и особенностями, вы, конечно же, можете почитать обязательно в этом документе Мейсона Фрида, который, собственно, и разрабатывает это в Хроме, и был одним из авторов этого предложения. Также можно посмотреть на демки. В этой демке происходит как раз тот самый вариант с серверным рендерингом. Вы получаете компонент MyClock с сервера, на котором на сервере пишутся, допустим, текущее время. 12, 34, 56. Например. Потом, когда вы получаете этот элемент на страницу, вы можете начинать его обрабатывать. То есть, собственно, заводить тот самый кастомный элемент. Вы можете здесь взять и в часы, минуты и секунды с помощью даты записать конкретные текущие значения. То есть, это классический пример отрендеринг на сервере, обновили или гидрировали, если вам такая терминология понятнее, на клиенте. В общем, занимаетесь вы веб-компонентами или нет, это неважно. Знать то, что в браузере доступно и то, что в браузере может как-то быть использовано в ваших проектах, по-моему, очень важно. Поэтому я этот выпуск сегодня и записал, рассказал о чем-то новом, что появилось в браузерах. И вам не нужно упарываться по кастомным тегам, вам не нужно делать одно, другое, третье. Как только вы поняли, что какая-то возможность браузера решает вашу задачу, например, shadowroot какой-нибудь, изолирует в стиле, вы берете и используете. Пока этого темплейта с shadowroot нет в браузерах, широко, да и вообще нет, считайте, за флагом не считается, мы, естественно, это использовать не можем. Но когда появится, было бы хорошо, чтобы вы об этом знали, было бы хорошо, чтобы вы знали, какую задачу вы можете решить с помощью вот такой вот изоляции стилей, декларативной на этот раз. Это все на сегодня. Напоминаю, что это видео первым увидят патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма позволит поддержать меня, чтобы я дальше производил эти видео. А так, если у вас и так все хорошо, ну, смотрите дальше, подписывайтесь, лайкайте, и давайте обсудим, что вы думаете про веб-компоненты, про Shadow DOM, вот этот вот новый API, и вообще про современные веб-интерфейсы прямо внизу в комментариях. Увидимся в следующем видео. Пока.